У неё в курсах включены моменты по снятию информации. Мне нравится её подход в каком плане? Прямо на первом курсе человеку честно говорится, что вся информация в тебе. Прямо на первом курсе, когда человек учится тормозить, входит в изменённое состояние сознания, одна из техник именно базового курса, первого курса — это снятие информации. Да, проверка на объективность. Вот смотрите, когда идёт работа в парах, и когда надо поддержать друг друга, вы же понимаете, честно мы можем говорить всё только сами себе. Есть единственный человек в мире, которому я не совру, или вы не соврёте, самому себе. Я поэтому и ценю, например, техники того же самого, вот этого хиллинга, потому что они дают вам возможность работать и тренироваться с собой. А сам себе врать не будешь. Но при этом, понимаете, что тренируем, то развиваем. Всё, что касается изменённых состояний сознания, как таковых техник или практик, которые вы там утром сделаете, как зарядку, или в обед, или в вечер, их нет. Здесь надо понимать, что либо вы так живёте, либо вы так не живёте. Если вы так живёте, то вы какие-то наработки постоянно, ежемоментно, ежесекундно вкрапляете в свою жизнь, добавляете в свою жизнь. И те же самые снятия информации, да, у вас получилось где-то момент, раз на объективность. Вы будете их использовать там в жизни, там в жизни, там в жизни. И у вас начнёт получаться. Вы для себя поймёте, каким образом приходит этот сигнал, как это нарабатывается. Поэтому всё, что касается парной работы, например, в том же самом тета-хилинге, это реальный прорыв по сравнению с методиками Бронникова и Комиссарова, где тебя тренер доводил до определённого состояния, или где ты махал руками, искал вот это состояние. Но опять-таки там везде вёл тренер. А здесь ты начинаешь работать сам собой. И ты для себя вот это нарабатываешь. Если ты наработал, ты имеешь. Если ты не наработал, то ты потратил деньги зря. Поэтому любая из вот этих техник, вы же для того, чтобы человек наработал, должна быть, ну, просто обалденная мотивация. Иначе будет лень. То, что пробивает лень, это мотивация человека. Когда человек для себя знает ответ на вопрос, на слово «зачем?», и у него есть конкретно «зачем ему надо», он будет это делать, и он встроит это в жизнь. Но мотивация имеет особенность у человека пропадать. Когда она пропадает, она пропадает тогда, когда нет результата. Но она может длительное время не пропадать, тогда, когда у человека есть выгода. Выгода у человека может быть, то есть у человека может быть результат проявленный, да, но результатом для человека может быть его признание в обществе, его общение, то есть решение какой-то психологической проблемы. У нас есть система ценностей и убеждений, и если в вашей системе ценностей и убеждений вам надо для того, чтобы чувствовать себя комфортно в жизни, не решать какие-то свои травматические моменты или не менять систему убеждений, но вам надо признание, и у вас это признание обеспечивается каким-то социальным уровнем, то вы, конечно, этого менять не будете. Вам комфортно приходить в тусовку общаться, вам комфортно… Десять лет назад было модно быть целителем, потом было модно быть организатором, сейчас модно быть тренером. Что будет модно через пару лет, неизвестно, но это всё определяет материальный фактор, в какой момент, где выгодно человеку быть. И вот эти моменты, когда есть коричная выгода, это тоже у человека проявляется, когда он может не провоцировать наличие, то есть для него будет вот эта выгода результата, а не сам результат материально проявленный. И это тоже для него результат. Но она сегодня есть, и неважно, какой результат у человека есть, он закрыл какую-то психологическую проблему, и ему комфортно сейчас жить в социуме, да, вот, с ею нерешённой, но с получением каких-то вторичных бонусов, либо же он имеет реально проявленный результат по здоровью, там, в семье, в отношениях и так далее. Вот, это тоже может быть на подмене. Просто на подмене выгоды. Да, на подмене выгоды. То есть те результаты, которые якобы есть, они на самом деле не объективны. Они могут быть придуманы. На самом деле, вот этот момент, когда придумываются результаты, они есть абсолютно во всех системах, и это не сопряжено с тем, занимается. Тот человек, который их придумывает, для него они реально существуют, в его субъективной реальности. И если вы его посадите на детектор, да, если его посадить на детектор лжи, да, вот в этой объективной реальности, то у детектора покажет, что он не врёт, у него реально вот эти результаты. Наша психика, она настолько интересно устроена. Вот смотрите, отвлекусь от темы, но опять-таки, видения, да, люди заявляют, что они видели инопланетян. Это вот реальные вещи, которые исследовались, конкретно человек занимался с людьми, которые видели инопланетян. Человек говорит, я видел инопланетянина, вот там был такой контакт, было всё. Он говорит, мы его на детектор лжи, реально, был инопланетянин. Он говорит, я его закидываю в гипноз. В гипнозе человек не может врать, да, закидываю в гипноз. Вот он доходит до того момента, когда должен проявиться инопланетянин, а инопланетянина нет, есть психотравма. Есть травмирующий момент, который психика, чтобы спасти человека, закрывает и появляется инопланетянин. И в его реальности это абсолютно реальный инопланетянин. Но эта реальность субъективна, и она в коллективной реальности не имеет никакого отношения. Все вот эти сверхспособности к вступлению информации, они открываются в один интересный момент. Когда тебе абсолютно пофиг, что в человеке. Абсолютно. Вы принимаете людей такими, какие они есть. Называется, я люблю себя, да, и я позволяю себе получать знания у первых лиц. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!